РАДИОУНИВЕРСИТЕТ РАДИОУНИВЕРСКИЙ ПОДПИШИТ президенте Российской Федерации и Московского педагогического государственного университета Наталья Петровна Танчиной. Здравствуйте, Наталья Петровна. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители Российского радиоуниверситета на Радио России и Радиокультура. Наталья Петровна, когда мы рассказывали о том, как просветители должны были осмыслить появление из пламени и дыма Полтавской битвы империи Петра Великого, мы потом говорили о том, как просветители рассказывали, что же такое на самом деле Россия. Они воспринимали Россию как поле социальных экспериментов. И вообще мы давно должны разобраться с тем, почему на самом деле Франция, не Англия, а именно Франция является главным идеологом европейского взгляда на русских. Мы привыкли к тому, что англичанка гадит, но на самом деле именно французские мыслители, французские публицисты, французские политики — это главный оркестр в таком европейском хоре русофобии. Что потом происходит после века просвещения, когда во Франции начинается эпоха революции? Что это за время и как революция относится к России? Совершенно верно. Вы, Дмитрий, сказали о том, что мы все привыкли, что Англия прежде всего формировала вот такой негативный образ России в Европе. Но на мой взгляд, как раз здесь пальма первенства принадлежит французам. Вот даже вы говорите о французской просвещении. У нас в массовом сознании именно Франция ассоциируется со страной, которая является символом просвещения. Это такой классический вариант. Хотя мы знаем, что родиной просвещения была именно Англия и из Великобритании. На тот момент это уже Великобритания. И Франция на своей уже почве, со своими особенностями развивает идеи просвещения. И мы уже говорили, что именно просветители французские, они стали, наверное, пионерами в области Росики, то есть исследований России. Не то, чтобы они были первыми вообще, потому что мы опять-таки говорили, много было уже написано работа России, много было в России путешественников, но просветители, и в основе идеи просвещения лежит идея разума, рацио, вот просветители пытались рационально осмыслить на основе научных достижений, потому что как раз просвещение — это именно в том числе и современные научные достижения. И французские просветители, они уже формируют два образа России. То есть такой анти-миф, русская угроза, враг у ворот, а с другой стороны именно такой светлый миф о России. То, что уже потом историки французские назовут русским миражом. Но мы с вами опять-таки упомянули о том, что вот этот русский мираж, он был во многом такой скоротечный. То есть вот эта линия презрительно-высокомерная, она всё равно в сознании доминировала. И сама политика Петра, она вызывала с одной стороны восхищение, удивление, с другой стороны страх перед сильной, могущественной Россией. И как раз вот эта вот линия, вторая, такая негативная, она и начинает выходить на первый план в годы французской революции, которая, напомню, во Франции началась в 1789 году. А опять-таки мы знаем, что интерес к другому, в данном случае к России, он усиливается когда? Когда само общество, изучающее или смотрящее, находится в состоянии кризиса. И вот французская революция как раз и представляет такой случай системного кризиса. И вот как раз именно революция во Франции, она окончательно рассеяла или развеяла русский мираж. И тема русской угрозы, она выходит на первый план уже как раз в конце 18-го столетия. При этом, что надо понимать и что важно? Россия, она ведь официально не вступила в число членов первой антифранцузской коалиции. И более того, Россия первой начала преследование революционных идей среди своей собственной просвещенной элиты. Более того, императрица Екатерина II дала приют многим французам, которые эмигрировали из революционной Франции именно в нашу страну. И, допустим, в Митаве, это на территории нынешней Латвии, тогда это Российская империя, нашел приют никто иной, как будущий король французов Людовик XVIII, тогда граф Прованский. Ну и вообще мы знаем, что многие французы, которые эмигрировали в Россию, они так и останутся в нашей стране, и Россия станет родиной для французов. Но во французском обществе, охваченном революцией, оказывается востребован именно негативный образ России. И Россия начинает восприниматься как антагонист, как противница первых революционных идей, как держава агрессивная, которая стремится к экспансии. Тем более, что Россия в это время проводила при Екатерине очень успешную внешнюю политику и весьма активную. Мы знаем, что Россия принимала участие во всех трех разделах речи посполитой. И именно это событие во многом определяет негативный образ России и в дальнейшем. Причем не только среди поляков, но и среди европейцев, потому что, опять-таки, мы с вами об этом говорили, европейцы, они уже были приучены смотреть на нашу страну через польскую оптику. И несмотря на то, что вот это событие, которое в историографии именуется разделами речи посполитой, для России имело, несомненно, важные значения, потому что это ознаменовало объединение русских земель, для поляков, конечно, эти события стали трагедией. И несмотря на то, что в ходе разделов речи посполитой Российская империя не присвоила себе ни пяди польской земли, она не пересекла этнографическую границу Польши, а она лишь возвратила себе отнятые поляками русские земли, вот Россию начинают воспринимать как проработительницу поляков. И не случайно в это самое время, 17 ноября 1793 года, лидер якобинцев Максимилиан Робеспьер выступает в конвенте с речью, которая называлась «О политическом положении республики», в которой как раз очень жёстко оценивает, вот в духе как раз классических таких негативных штампов, внешнюю политику императрицы Екатерины, где говорит о том, что Россия представляет собой соединение жестокости диких орд и пороков цивилизованных народов. То есть все эти штампы он произносит прямо, они ложатся на эту публику, публика готова воспринимать эти штампы, а политик-популист эти штампы произносит. Все друг друга слышат, только Россия выступает в образе такого демонического государства, демонической силы. Конечно, потому что ведь вот эта вот атака яростная на императрицу Екатерину II, она же совпала по времени с началом польского восстания под руководством Тадеуша Костюшко. И вот это вот восстание, оно же стало важным этапом в развитии антирусских настроений, потому что французская печать, она очень широко освещала ход восстания, борьбу поляков. Хотя вот такие вот заявления французов, они были продиктованы не столько революционной солидарностью, сколько геополитическими интересами, потому что нужно было реанимировать Польшу как сферу французских интересов. И это как раз спустя, ну сколько, до Тельдетского мира, спустя 11 лет, да, сделает Наполеон Бонапарт. Но опять-таки, что важно, вот французы, демонстративно выступая в защиту Польши от покушений на неё со стороны более сильных соседей, на самом деле по разным причинам вот францы и французы не предпринимали каких-то решительных действий для того, чтобы не допустить ликвидации Польши как независимого государства. И такая ситуация, вот именно декларативная поддержка Польши в угоду общественному мнению и именно с целью обличения политики России, она будет практиковаться и в веке XIX. Да и в веке XX мы это помним, когда точно так же Франция и Англия дали гарантии Польши, но странная война закончилась ничем. Никто не вступился за Польшу в 1939 году, когда Рейх атаковал Польшу. Такая же ситуация повторилась. На самом деле и Польша, по сути, выступает вот такой разменной монетой, ну или такой, знаете, как красной тряпкой, да, для того, чтобы будоражить, бередить европейскую общественность. Ну и помимо Польши Россия в это время проводит действительно активную политику, но европейцы воспринимают это именно как русскую угрозу. Мы знаем, что император Павел I возглавляет католический Мальтийский орден, турецкий флот вместе с русским лишают Францию островных владений в греческом архипелаге, русские войска успешно действуют на территории Опенинского полуострова, и всё это, конечно, вызывает опасения. Англичане, допустим, очень беспокоятся успехами России в ходе русско-турецкой войны, особенно их беспокоило взятие турецкой крепости Очаков, потому что как раз вот это событие, которое открывало для России доступ к Чёрному морю, вызвало в правительстве английском, тогда это Уильям Питт-младший, настоящую панику, и Лондон оказался буквально на волоске от объявления России войны. И, собственно, вот мы можем говорить о том, что Очаковское дело, оно возвестило о вступлении России и Англии в длительную такую эпоху межимпериалистического или межимперского соперничества, которое потом получит название «Большой игры». То есть многие события, которые будут узловыми в XIX столетии, они формируются и закладываются именно тогда. Но здесь один есть тонкий момент, который требует разъяснения. Ведь фактически вы говорите, что на карте вот этой большой игры у нас поляки, у нас немцы, у нас итальянцы на Пенинском полуострове, у нас французы, у нас британцы. То есть фактически от века XVIII, где просветители мыслили категориями космополитическими, мы приходим в век, когда формируются гражданские нации. И что-то кажется, если ты француз, на тебе французскую идею, если ты поляк, то на тебе польскую идею. И фактически век такого бурного национализма. И вот он, казалось бы, как проявляет себя в это время вот эта революционная публицистика, популистская публицистика, если угодно так сказать. Вот вы совершенно верно говорите о том, что просвещение было космополитичным, а в годы французской революции на первый план выходит идея именно национальная. И вообще XIX век, он так и вышел в историографию, как век пробуждающихся наций. И как раз революционные писатели, публицисты, ораторы, вот они в погоне за популярностью использовали в своих целях те предрассудки, которые существовали в обществе и сознательно разжигали национальную неприязнь и ксенофобию. Потому что мы знаем, что с помощью врага легко конструировать свою собственную идентичность, затушевывать свои собственные проблемы. То есть французы, как раз отталкиваясь от образа врага в лице России, от самообраза в негативе, они тем самым конструировали французскую нацию. И, кстати, именно тогда происходит трансформация бинарных оппозиций. А мы знаем, что вот эта логика неприятия России, в данном случае противопоставления другого мира, она как раз проходит по этой линии бинарных оппозиций. И вот как раз в это время... Добро, зло, демократия, деспотизм. Вот это да, понятно. Свобода, рабство и так далее. Тут можно бесконечно вот эти пары проводить. Вот как раз в это время оппозиции свободная Франция, Европа тиранов, то есть изначально Франция, она воюет с Европой, с Европой тиранов. А теперь вместо этой оппозиции занимает другая. То есть цивилизованная Европа и варварская Россия. И вот как раз здесь мы имеем место с чистым таким прагматизмом, потому что формируется образ общего врага, причём общеевропейского врага, хотя Франция, да, она воюет со всей Европой. Но вот от этого общего врага необходимо защищать общие же фундаментальные ценности. А на самом деле вот эта идея, она по сути служит целям французского экспансионизма и подавляет волю европейских народов к сопротивлению. То есть они как-то так сплачиваются перед лицом вот этой самой пресловутой русской угрозы. Но опять-таки вот этот образ России вот такой, он всегда был конъюнктурным, и он зависел от конкретной ситуации. Поэтому и тема русской угрозы, она не всегда доминировала во французской политической риторике, всё зависело действительно от франко-русских отношений, от сближений, от союзов, от периода дружбы между императором Александром и императором Наполеоном. Потому что, допустим, вот после Тильзита, то есть после 1807 года, французы пытались писать о России максимально нейтрально. Вот о каких-то неудачах русской армии в конфликтах на Востоке предпочиталось вообще не сообщать. Но когда отношения были в фазе кризиса, вот тут как раз архетипические страхи и представления о России, её армии, которые якобы представляют угрозу для самого существования Франции, вот это всё оживало. При этом как до этого, так и вот в то время и в последующее время авторы рассуждали, они не столько о реальных угрозах, которые могли исходить от России, сколько об угрозах воображаемых. И поэтому в духе тогдашней моды на античность русские превращались в гунов, вандалов, вантов, которые якобы посягают на Европу, которые покинули свои традиционные места обитания и вот теперь грозят разрушить Французскую республику, которая, опять-таки, это же бинарные оппозиции, вот Французская республика, она воплощает в себе добродетели Спарты, Афин и Рима. Фактически и Наполеона рисуют в образе римского императора с таким лавровым венком, в тоге такой роскошной. И фактически, они говорят, это мы империя, у нас такой наступает французский ампир. Казалось бы, где революция, где империя, и всё это одновременно. Ещё прошу прощения, всё-таки это очень такой тонкий момент. Получается ведь какая история, когда такие революционные процессы проходят в обществе. Обратите внимание, вот вы сказали на то, что эти, так скажем, революционеры, они начинают говорить от лица других европейских стран. Мы защищаем свободу, мы защищаем общеевропейские ценности. Гитлер говорил, что он защищает общеевропейские ценности. Наполеон будет говорить, что он защищает мирноевропейский дом. Сейчас мы слышим, как люди в таких пропотевших футболках заявляют, что они защищают общеевропейские ценности. Фактически риторика, вот такая популистская, националистическая риторика, она сохраняется во все времена. И вот здесь очень важный момент, Наталья Петровна, помогите разобраться, какие условия складываются в обществе, чтобы пресса вот так одним хором выступала и работала вот на эту машину пропаганды. Ведь Наполеон был великим мастером пропаганды, но он выстроил это французское общество, оно стало крайне пропагандистским, и общество с увлечением начало эту пропаганду впитывать. То есть это происходило повсеместно. Франция стала центром мировой пропаганды. В принципе, так оно и было. И, наверное, это же начало формироваться уже до Наполеона. Наполеон просто мастер политической пропаганды, и он это максимально использовал всегда. Да, но пресса как мощный такой рычаг влияния формирования общественного мнения, она же во Франции как раз в годы революции пышным цветом расцветает. Вспомните Марата, Жан-Поль Марат, друг народа, его газета, его самого так как раз называли, какой популярностью она пользовалась в Париже, особенно среди парижских низов. То есть как раз тогда можно было себе сделать имя, карьеру, приобрести славу, именно занимаясь журналистикой, публицистикой, то есть вот таким писательским ремеслом. И именно эти люди, они зачастую и формируют общественные мнения, настроения, которые, в свою очередь, влияют уже и на политику. И вот как раз Наполеон Бонапарт, как мастер политической пропаганды, он как раз создаёт образ врага в виде ужасных казаков, или казаков, как угодно. Причём вот этот, и опять-таки казаки, русские, для них это было в принципе синонимично, хотя не для всех. Вот они как раз представляются как варвары севера. То есть с одной стороны вот они такие благородные римляне, а здесь им противостоят вот эти ужасные варвары севера, причём вот эти страхи Наполеон начал нагнетать активно ещё накануне русской кампании, как французы именуют Отечественную войну, войну 12-го года. И Наполеон уже в своих обращениях к Сенату накануне как раз вторжения в Россию он уже использует термин варвары. И поэтому вот какой-то такой смутный, неосознанный архетипический страх перед нашествием азиатов или варваров севера он уже поселился в душах французов накануне войны с Россией. Фактически он рисует образы, что русские это орда, это север, это варвары, но с другой стороны он же не просто так говорит пойдём раздолбаем варваров, он же ещё как-то такой общеевропейский такие лозунги и идеи выдвинул для обоснования этого похода, похода французской армии. Ну, конечно, и казаки в наполеоновской пропаганде они превращаются просто в символ России как таковой, их изображают как пожирателей свечей, пожирателей или глотателей детей, хотя мы уже об этом говорили, в образе пожирателей и детей могли восприниматься и рисоваться разные враги. А свечи это вот то, что называют такой гастрономический код, что якобы они настолько не люди, они вообще какие-то не такие, поэтому они едят что-то совсем непонятное. Ну, хотя французы бывало там, что и немцев изображали вот как поедателей сала, то есть сало, свечи, это что-то такое вообще невозможное. Но вот как раз во французской культуре казак соединяет все негативные черты, которые приписывались русскому человеку. Наталья Петровна, скажите, пожалуйста, а с точки зрения вот того, как изобразить казака, как персонифицировать этот образ для французов, как изобразить этих русских, как это происходило с точки зрения работы вот этой великолепной наполеоновской машины пропаганды? Ну, наверное, надо сказать, что слово казак, оно не пришло во Францию только вот в 1812 году, потому что во французском языке оно было еще с 16 века. И вот казаками называли кочевников, разбойников северного побережья Черного моря. Но вот как раз именно в годы наполеоновских войн слово казак входит уже в широкий оборот и именно тогда возникают его переносные значения, то есть страшный и жестокий персонаж, хам, мародер, хотя опять-таки литература об ужасных поступках московицких калмыков и казаков она печаталась в Европе еще во времена Северной войны. И мы это тоже упоминали, вот эту памфлетную войну или памфлетные войны, войны перьев, Северной войны, но тогда вот в этом отношении особенно преуспели шведы. А теперь же образ казака используется как фактор психологического устрашения французов. И получается, что казак, он вообще похоже, что он не человек, а он, как его представляли себе эти французы, как обычного человека, либо какого-то, ну, такого, не знаю, мародера, убийцу, что это было, вообще какие-то работы проводились вот с точки зрения того, какие они казаки, это были научные работы или чисто работала пропаганда? Здесь можно говорить, наверное, о разных таких пластах этого образа, которые создавались разными людьми в разных формах, потому что мы можем вспомнить гравюры многочисленные этого периода, какие-то лубочные такие картинки, которые создавали образ вот этого ужасного казака. А были и работы вполне такие добросовестные, даже научные, и, может быть, одной из таких самых известных и серьёзных работ является работа, которая так и называется «История казаков» или «История казаков», которая вышла в двух томах и принадлежит чиновнику Министерства иностранных дел, историку Шарлю Луи Лизюру. И это имя как раз можно запомнить, потому что этот автор будет его имя связано с ещё важными документами. И вот как раз ему в начале 1813 года Наполеон заказал исследование о русских и при этом как раз выразил особое желание уделить внимание истории, географии и этнографии России. И вот как раз Лизюр, который не скрывал неприязни к нашей стране, он с этой задачей справился, но вот его работа, посвящённая казакам, она вышла только в 1814 году, то есть когда уже французы бежали из России, были разгромлены, когда русские войска уже перешли Рейн, причём сам автор об этом воведении сообщает, и поскольку эта работа появилась уже после поражения Великой Армии, Лизюру пришлось даже в неё внести некоторые изменения, и он здесь говорит о казаках и русских как о врагах-союзниках, а это будет, допустим, и уже у известного французского поэта Беранже как раз в это время, то есть такие казаки как друзья-враги, а более того, императору Александру Лизюр воздаёт похвалу, и благодаря этому эта книга получила одобрение российского государя, но в самом тексте по словам Лизюра он всё оставил так, как если бы это было написано в конце 1813 года, и вот что как раз интересно, вот сама эта работа, она является такой вот работой этнографического жанра, очень такой серьёзной, и может быть даже немного скучной, а вот самой важной частью этой работы в плане пропаганды является заключение, где как раз в преувеличенном таком гротескном виде изображается дикий, необузанный казак-варвар, который скорее зверь, нежели человек, который воинственный, алчный, который жаждет добычи, который всё разрушает на своём пути, и вот именно как раз такой образ казака, он и создавался пропагандой в ходе войны. Фактически это был такой госзаказ Наполеона, который, он же этому, это Лизюру сформулировал, и важно было наполеоновской пропаганде, особенно в условиях зарубежного похода русской армии, когда русские двинулись в Европу, когда они уже накануне вхождения в Париж, я думаю, что машина пропаганды Наполеона вышла на полную мощность, и тут надо было полностью мобилизовать всё гражданское население для сопротивления, ну такой фольксштурм, да, только французский фольксштурм, чтобы они выступили против русских, и стар, и млад, и дети, чтобы все сражались против этих русских. Вот на это была больше рассчитана пропаганда иного рода, это скорее вот эти вот гравюры, лубочные картинки и газеты, ну потому что это книга о том, ну какой обычный француз, парижанин прочтёт эту книгу, купит её, прочтёт, да никакой, поэтому эта книга, она скорее была адресована элитам, вот для такого элитарного потребления, причём тут интересно, что Лизюр, он же как раз разделяет казаков и русских, то есть если вот в целом в массовом сознании казаки, они стали воплощением русских как таковых, то Лизюр их разводит, и говорит, что казаки это скифы, а с русскими их сближает только религия и испорченный язык, более того, по нравам, по обычаям казаки тоже противоположны русским, но это у него, знаете, уже вот такое вот, здесь он проявляет себя как учёный, как исследователь, он хочет разобраться, но главное, какая у него задача, показать, что несмотря на то, что вот эти казаки, они очень воинственны, они жестокие, они мародёры, но поскольку у них есть отвращение к дисциплине и порядку, то, соответственно, боевые качества их, они не очень какие-то высокие, кроме того, их главная задача, их главная цель это мародёрство, при этом, по словам Лизюра, они настолько доходят своей вот этой жестокости к мародёрству и грабежу, что опустошают саму землю, по которой они идут, то есть как раз для Лизюра было важно показать, что казаки, они только внешне может быть такие свирепые, жестокие, но на самом деле вот они недисциплинированы, они больше грабят и как-то упиваются вот именно вот этой своей добычей, и поскольку если не будет вот этого главного побудительного мотива, не будет этой самой добычи, возможности для неё, то тогда вот у них и весь воинственный пыл пропадёт. Русских можно и нужно бить, получается, у них есть уязвимые места, ну и вот вся пропаганда работает на это, что это, конечно, страшный враг, колосс, но немножко на глиняных ногах, у него есть уязвимые стороны, получается так. Ну и более того, не просто уязвимые стороны его можно бить, этого врага, а происходила, вот как мы уже говорили, настоящая такая дегуманизация противника, когда факт убийства противника оправдывался ещё до самого момента совершения этого убийства. И так откровенно газеты и писали, что человеческого казака только руки и ноги, то есть это вообще не люди, поэтому их можно и нужно убивать. Наталья Петровна, а получается, что ведь не могла пресса остаться в стороне, то есть они должны были участвовать в этой гонке пропагандистской, вся эта машина завертелась на всю катушку. Конечно, не то, что пресса не могла не участвовать, она как раз и была главным полем, где происходила вот эта пропагандистская кампания. И мы говорили, что это уже и обширная иконография, которая сложилась во Франции к этому времени, посвящённая русской армии и казакам, и газеты, наполеоновские газеты, и бюллетени великой армии. Вот здесь как раз особенно вот этот вот страх перед казаками, он особо нагнетается. и качество их, и внешний вид, он уже совсем не имеет ничего человеческого и реального, потому что задачи совершенно иные. Вот, допустим, если Лизёр говорил о том, что казаки, они люди такого среднего роста, но страх делает его выше, и на гравюрах казак превращается просто в великана-людоеда, и он изображается, как правило, на порядок выше всех остальных. И часто это достигается за счёт того, что он изображается верхом на крошечной лошади, а длинное копьё, которое он держит в руках, оно ещё больше удлиняет его фигуру. И казак, вот, он действительно попадает в разряд видовых чудовищ, врагов нации и человечества. Он изображается, как безжалостная, такая жёсткая и слепая сила, которая сопоставима только с силами природы. И добыча казака, вот то, о чём мы говорили, это человеческие тела. Вот как, например, на гравюре неизвестного автора, который относится к 1814 году, и она так и называется, казак верхом на коне из добычи. добычи, если как раз присмотреться, то увидим, что это вроде бы как конь, но этот конь составлен из связанных человеческих тел. И вот буквально накануне вступления войск русских в Париж по приказу полиции по всему городу были развешаны картинки с изображениями ужасных казаков, где они были представлены как люди огромного родства, роста, у них такие нахлобученные мохнатые шапки, налитые кровью глаза, пики обогрённые кровью, и вот на шее у них ожерелье из человеческих ушей, ну и часовые цепочки. Если бы вас послушать, вот Наталья Петровна, получается, что сейчас, когда русских солдат изображают как людей мародерящих стиральные машинки и микроволновки, которые занимаются только тем, что их жёны напутствуют «Ты там, Ваня, кого-нибудь побольше изнасилуй». То есть мы фактически видим вот эти одни и те же приёмы работы европейской пропаганды, и мы после небольшого перерыва вот этот момент обязательно разберём и напоминаю нашим зрителям и радиослушателям, что все эти выпуски и этого сериала «Страшные сказки о русских», истории русофобии, вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», на сайте «Смотрим.ру», на YouTube-канале Дмитрий Кононыхин, подписывайтесь на телеграм-канал Наталья Петровна и Танчина, и так и называется Наталья Танчина, а мы вернёмся через несколько секунд, не переключайтесь, будет только интереснее. Российский радиоуниверситет Это Российский радиоуниверситет в студии Дмитрий Кононыхин. Мы в гостях у замечательного историка Натальи Петровны Танчины, доктора исторических ног. Подписывайтесь на телеграм-канал Натальи Петровны и мы сейчас разговариваем о том в рамках нашего проекта русофобия, история, изобретение страха, страшные сказки о русских. Мы говорим о том, как работала наполеоновская машина пропаганды. Но Наталья Петровна, ведь то, что тогда газетчики и журналисты придумывали наперебой, сочиняя страшные истории об изнасилованиях, мародёрстве, убийствах, всём, что они самыми чёрными красками рисовали приближающуюся русскую армию, сейчас это воспринимается как серьёзные исторические источники. Совершенно верно. Не всегда, конечно, но это большая проблема, потому что то, что создавалось как пропаганда и то, что было заведомо откровенной лужью и, как мы уже говорили, средством дегуманизации противника, вот всё это перешло в научный оборот и стало уже достоянием историков, которые начали использовать вот эти пропагандистские листки и материалы газет как серьёзный исторический источник. но это то же самое, что вот возьмите сейчас, пройдёт некоторое количество лет и будут изучать историю, потому что пишут современные западные или украинские СМИ. И вы прекрасно понимаете, какую правду историки там почерпнут. А Наполеон, он же как раз на прессу делал ставку и он писал министру внутренних дел графу Монтелеве вот следующие слова, он писал «Оживить общественный дух можно не стихами, не одами, а фактами, правдивыми, простыми и понятными деталями. Совокупность этих двух фактов вызовет ярость и негодование. И именно тогда каждый почувствует необходимость обороняться, если он не хочет увидеть свою дочь и жену изнасилованными, чтобы не быть избитым, ограбленным, чтобы не подвергнуть себя всяческим оскорблениям». Ну, понятно, он говорит о правдивых деталях, в пропаганде все средства хороши и всё пойдёт за правду. При этом наполеоновские пропагандисты, они по похожим шаблонам, наверное, или по сходным шаблонам создавали образы и других стран, которые были военными противниками Франции. Но именно Российская империя во французской печати наполеоновской эпохи служила каким-то таким классическим примером другого общества и чужой культуры. И вот та же самая французская оптика официоза армейских бюллетеней в отношении России, она влияла на состояние умов, общественного настроения, общественного мнения в самой Франции. И, в принципе, это предопределяло вектор развития наших отношений на десятилетии вперёд, потому что газеты старались на славу и сообщения о зверствах, грабежах, поджогах, особенно насилиях, они просто приобрели буквально какой-то лавинообразный характер. И своеобразной такой квинтэссенцией обвинений казаков стала анонимная историческая картина преступлений, совершённых казаками во Франции, которая была по всей вероятности издана в Париже в марте 1914 года и вот как раз была призвана воодушевить французов на сопротивление врагу. Наталья Петровна, когда Вы сказали, что Наполеон говорит, ну разве может врать Наполеон, разве может Наполеон говорить о какой-то неправду, но именно ведь в это время появляется, наверное, главная фальшивка всех времён и народов, так называемое фальшивое завещание Петра Великого, которое фактически в любой европейский кризис его достают, им размахивают и обвиняют Россию просто во всех грехах и во всех попытках завоевать весь мир. Что это было? Какова была история появления этой фальшивки? На самом деле подложное завещание Петра Великого является каким-то таким символом, вершиной антирусской пропаганды и начать с того, что Пётр Первый не оставил вообще никакого завещания? Здесь надо сказать, что в те времена как раз это было весьма таким модным явлением, вот такой вот жанр, фальшивые документы, в том числе фальшивые завещания, но эта фальшивка, мистификация, она сама со временем обросла легендами, мифами, и ей была обеспечена очень долгая историческая жизнь. И даже после разоблачения вот этого документа, а это произойдёт в конце XIX века, на него продолжали ссылаться как на реальный исторический документ, потому что в нём получили развитие вот такие вот вечные мифы и представления о России. И основой завещания стал один из самых масштабных антирусских мифов, это миф о стремлении России починить себе весь мир. И несмотря на то, что историки по-разному оценивают авторство этого документа, на мой взгляд, вот наиболее убедительной версией представляется следующая. В самом конце XVIII века, точнее в 1797 году, вот первый такой план, якобы Петровский план мирового господства представил французскому правительству директории поляк, польский генерал Михаил Сокольницкий, который как раз принимал участие в восстании Тадеуша Костюшко, потом был отправлен в Россию, после смерти Екатерины он вернулся на родину, поступает на службу во французскую армию, и вот как раз представил правительству директории документ под названием «Общий обзор России». И в конце этого документа содержался вот план увеличения России, так он назывался, который, по мнению, по словам автора, был им добыт в русских архивах, захваченных в 1794 году в Варшаве. Но перед правительством директории были другие задачи, и об этом документе как-то, ну не то, что забыли, но его так положили под сукно. А спустя уже много лет о нём вспомнил Наполеон Бонапарт как раз накануне русской кампании. И генерал Сокольницкий в 1811 году был вызван в Париж, где принимал участие в секретных приготовлениях к войне с Россией, и именно Наполеон, просмотрев и отредактировав текст Сокольницкого, предложил включить его в книгу уже упоминавшегося нами Шарля Луи Лизюра, которая называлась «О прогрессе российской державы от её истоков до начала XIX века». И опять-таки эту книгу тоже планировали издать накануне русской кампании с целью обоснования похода в далёкую Россию, но книга, она вышла позже, опять-таки, когда уже для Наполеона всё закончилась. Но вот эта книга, она как раз содержала такой вот план, опять-таки, Петра Великого, который только детальными отличается от текста генерала Сокольницкого. И вот это как раз не оставляет сомнений, что перед нами один и тот же документ. И вот этот вот план, он включал в себя 14 пунктов, и первые 12 пунктов в них очень так сухо и рационально излагались как раз намерения Петра по проведению внешней политики для того, чтобы подготовить как раз и подготовиться к завоеванию мира, держать там армию в постоянной боеготовности для её вот таких постоянных тренировок, какие-то союзы с другими государствами развивать. А вот как раз 13 и 14 пункты это такая откровенная русофобская фантазия, это вот уже именно чёткий такой план мирового господства, когда с Чёрного и Балтийского морей одновременно должны глинуться эскадры и начать порабощение Европы. И в этом плане как раз говорилось о том, что вот эти несметные азиатские орды, жадные до добычи, они заполонят Европу, часть населения убьют, а часть отправят в пустыню Сибири. Остапа понесло просто, вот просто Остапа понесло. Именно так, да, именно так. Но там ещё и о схизматиках. И понятно, что Пётр Первый он не мог просто мыслить такими категориями. И плюс документ отражал реалии внешней политики не Петровской, а конца XVIII века. И опять-таки по этому документу чётко прослеживаются авторы, да, то есть понятно, откуда растут уши. Какие уши? Французские и польские. Да, если посмотреть эти пункты, то даже география, интересы и тех, перечисленные государства, это фактически такой глобус польских интересов и глобус польской геополитики, я бы так сказал. Польская и французская, да, польская и французская геополитика. Но тогда вот на эти все несоответствия не особо как-то обращали внимание. И вообще надо сказать, вот тогда этот документ, эта книга, она не была вот как-то так воспринята широко. Ну, потому что, понятно, да, для Наполеона всё было уже кончено, и уже ничто ему помочь не могло, даже фальшивые завещания Петра Великого. Но об этом документе вспомнят в 30-е годы 19-го века, когда опять-таки Европа будет взбудоражена после июльской революции 1730-го года. Николай на первых порах был готов, Николай I, организовать вооружённую интервенцию, потом польское восстание 1830-го, 1831-го годов, которое было подавлено Россией, понятно, как Россия могла реагировать на мятеж на её территории. В 30-е годы 19-го века, после июльской революции во Франции, после польского восстания, появляются ещё версии фальшивого завещания Петра Великого. Сначала это в книге Гайарде, а это писатель, коллега, соратник, конкурент Александра Дюма в мемуарах кавалера Деона, во многом мифологических. И вот там как раз Гайарде выдвигает версию, что и он вывез из Петербурга из секретных архивов царских вот этот вот документ. А потом появляется книга польского историка, общественного деятеля Леонарда Хатько, опять-таки поляк, в котором этот документ был представлен. И вот именно версия Хатько стала очень популярной в Европе, хотя это не единственная. Тогда появляется целый ряд документов, текстов, в которых завещание публиковалось. И подчеркну, несмотря на то, что его недостоверность была доказана уже в конце XIX века, на него будут продолжать целаться и дальше, и даже после введения советских войск в Афганистан снова вспомнили англичане о фальшивом завещании и говорили об экспансионистских замыслах уже советской России. Потрясающая история, Наталья Петровна. Фактически мы видим, как еще следовика XIV, его плана выстраивания такого восточного вала, восточного барьера на востоке Европы преобразуется в те события, когда Польша становится главным таким экспертом по России, и мы видим, как подкрепленная мощью наполеоновской пропаганды вся эта фальшивая и такая очерняющая работа идет, и до сих пор мы видим, как работает фактически те же идеи, те же технологии, те же самые приемы, они используются и в наше время, и то же самое фальшивое завещание Петра Великого по сути дела растворено в нынешней пропаганде современных западноевропейских СМИ, которые опять отражают тот западный кризис, в котором Запад находится. Это русофобия, история изобретения страха, это книга Натальи Петровны Танчиной, это страшные сказки о русских, мы обязательно продолжим этот проект в Российском радиоуниверситете. Наталья Петровна, я благодарю вас за ваш рассказ, всего хорошего, до свидания. Спасибо большое, до свидания. РОССИЙСКИЙ РАДИОУНИВЕРСИТЕТ